Давайте перейдем к чему-нибудь жизненному. Я просто расскажу о реальной проблеме и об алгоритме ее решения, и почему важно изучать сложность алгоритмов. Реальная проблема, которая бывает, состоит в следующем. Может быть, кто-нибудь из вас участвовал, но мы много лет проводим то, что называется заочный конкурс по математике. Но так или иначе, там у нас каждый школьник заполняет карточку своими фамилиями и отчествами, а мы вставим туда плюсы и минусы за решенные задачи. Ну и обычно в этом соревновании участвует несколько сотен человек. Но естественно, что когда письма приносят с почты, они приносят в совершенно произвольном порядке. Но эти карточки мы тоже проверяем работы, вынимаем карточки, получаются тоже эти карточки в произвольном порядке. А мы хотим, естественно, чтобы потом можно было посмотреть про любого школьника, какие у него оценки за задачи. Поэтому их нужно услышать по алфавиту. Можете себе представить, но 200 карточек – это вот такая стопка примерно. Спрашивается, как бы вы их стали рассказывать по алфавиту. И какие бы вы предложили для этого способа. Есть на самом деле два способа, которые мы на опыте выяснили, что два хороших способа, но один, мне кажется, проще, чтобы вы стали делать. Я это делал для школьников малого мехмата, их было порядка 600 человек. И способ был простой – набить в Excel и нажать кнопку «Упорядочить по алфавиту». Правильно, но если вы будете набирать это в Excel, то это уже означает, что на каждого школьника нужно потратить довольно много времени, набирая его фамилию, имя, адрес, задачи. Нет, мы иногда так тоже делаем, но это сложнее, чем у «Упорядочить по алфавиту». Хорошо, что бы вы стали делать? Как бы вы их рассказывали? Нет, если бы школьники были прямо в одной комнате, можно бы просто попросить их встать по порядку, и пусть они сами разбираются. Но у нас уже карточки. Что вы делаете? Да, есть один способ, который состоит в том, что надо их раскладывать по буквам. Соответственно, надо иметь большой стол и разложить здесь все карточки на букву А, все на букву В, все на букву В. И так, взяв карточку, нужно ходить вдоль стола и раскладывать вам эту кучу. Хорошо, разложили по куче. Что мы делаем дальше? Каждую кучку отдельно сортируем. А каждую кучку мы отдельно сортируем. Но представьте себе, если у нас имеется 200 карточек или там несколько сотен карточек, то значит, сколько? На каждую букву они не очень равномерно распределены. Например, на букву К гораздо больше школьников, чем на букву Щ. На Щ скорее всего там будет один или вообще нет. Но если бы было поровну, то было бы 200 или х-30, 2, 7, 8. Ну да, это немного. Но реально бывает там на букву К бывает 20-30. То есть это тоже не довольно. Сложно. Кроме того, самое практическое минусы в том, что эти все карточки, ну это хорошо здесь, в этой комнате, длинная столбность. А если это делать в обычной аудитории, где столов нет, то они все падают на пол, перемешиваются. Это очень неудобно. У нас просто нет столько пространства. Поэтому хотелось бы это делать как-то, ну вот там, со столом, не имея таких возможностей. Что тогда надо делать? Можно делить полпроти методом деления пополам. То есть мы сначала... Методом деления пополам. Это что значит? Делим на две стопки, там уже каждую стопочку на две стопочки, тогда они смотрят потом с водой. И потом с водой. Да. И еще раз. Вот у нас имеется стопка. Вот имеется большая стопка. Что мы ее делаем? Просто делим произвольно на две части. Или пополам. Не зависит, не смотрим то, что записано. Просто делим пополам на две части. Нет, в смысле, как? Нет. Если вы попросите кого-нибудь, кто этим занимается, скажите, смотрите, пожалуйста, на каждую карточку и разложите в ее стопки, и не объясните, зачем смотреть, то на вас будет как-то удивленно. Такие инструкции вызовут непонимание от народа. Да. Во-первых, у нас тут поставки 3-й вообще. Да. Потому что у меня все знают, когда он не знает, какие у... Ну ладно, две буквы с экономками. Нет, просто отменили. Мы делим на две равные стопки. Там первая 15 букв, вторая 15. Да. У нас получается две меньшие стопки, а две их можно положить вообще. То есть ящик пытается работать уже с ним. Сейчас. То есть мы просто начинаем, выбирая какую-то такую границу, где по нашим представлениям или по прошлому опыту, обычно примерно поровну, ту фамилию, ту фамилию, ту фамилию. Да. И все карточки, которые у нас есть, раскладываем на две стопки, по... Вот они до этой буквы, но до этого границы или после границы. И дальше мы что делаем? Одну стопку... Одну стопку... Откладываем в сторону, вторую стопку делим пополам. Одну стопку... Ну это когда нам больше места... Откладываем одну стопку в сторону, а вторую делим пополам. Ну и до тех пор, пока... И что я... И ответ... Ну, которую от половины куда мы деваем... Убираются разложенные стопки, и можно просто их собирать обратно. Уже все... То есть сейчас, вот после второго шага, когда мы вторую половину поделим пополам, у нас имеются две маленькие стопки и одна побольше. Одна половинная и две четвертушки. Что мы делаем вот в этот момент? А, еще на два, по-моему, не один. То есть четвертушку еще делим на две части. То есть у нас имеется половина, четвертушка, восьмушка. И так до тех пор, пока у вас не остается совсем маленькая, и можно поделить... Там уже еще один шаг, и потом уже можно складывать полки, то, что получилось. Добавлять к этому новые. Они вряд ли будут складываться. Ну как? У нас получится, что разделилось... Вот эти вот шестнадцатые части, там будет падать. Одной максимум, но... Максимум по одной карточке. Поэтому можете шестнадцатые части просто складывать по порядку. То есть, в чем основная идея? Значит, там есть такое название. Я, правда, не публикируюсь это произнести на латинском языке, но, значит, есть такое высказывание из эпохи Римской империи, как у кого-то правителя, что разделяя ей власти, идея состоит в следующем. У нас имеется большая стопка, делим на две части по той букве, как мы надеемся, она примерно поровну получилась. Получится две стопки. Мы свели нашу задачу как бы к двум заданиям поменьше. Мы сортируем эту стопку, сортируем, эту сортируем, и потом просто их уже складываем друг с другу, потому что мы знаем, что это вся строго меньшее. Дальше мы решаем, как говорят, репурсивно. Мы эту часть делим тоже на две части. Тоже выбрав какую-нибудь букву, правдоподобную букву. А у нас остается, это лежит себе спокойно в ожидании дальнейшей работы, а эту мы... Значит, нужно отстартировать эту, отстартировать эту, сложить их, а потом сложить в стойк, когда та тоже будет отсортирована. И так постепенно мы сводим сводим задачу, правосадочек в уменьшую. И решаем их постепенно, а потом все соединяем. Вот такой алгоритм. Но это мы на самом деле почти, мы почти так и делаем. Есть только одна проблема. Проблема сейчас я скажу какая. Что трудно пред... Вот на самом деле, во-первых, примерно понятно, что там граница происходит в районе К. Это легко понять. Но про остальные буквы, это уже дальнейшее деление уже довольно сложное, потому что все-таки в разные годы при разном приходится, так и таблицы, где проходят границы, нет. Поэтому мы тоже делим пополам, но произвольным образом. Мы просто, вот как предлагали, даже не смотрим в это. Мы просто берем кучу и раскладываем ее на две равные стопки. Вот этого условия нет. Но после этого мы сортируем каждую половину. Вопрос, что делать после этого. Вот у нас уже есть две половины отсортированных. Что после этого мы стали делать? Надо их, то что называется, сливать в окну. Как вы это будете делать? Одну и другую. Если они сами отходят в окну, тут у нас идет, я не знаю, Александров, там, Борисов, там, и так далее. А здесь я бы им тоже дам. На Атом. А Акин. Каких-нибудь Ахавкен, там, я не знаю. В общем, вот, Белов. Ну, какие-то вот... То есть они в каждой отдельно сортированы, но между друг с другом они, ну, не зря стокасны. Что нужно делать? Сортируем с... Сортируем с... Сортируем с... Сортируем слияние. Слияние. Так в чем состоит конкретно слияние? Как в этой поезде делать? Да, это делается так. Вы кладете две кучи перед собой. И смотрите, кто у вас... Александров или Ахавкен. Ну, правда, нужно помнить алфавит. Если человек не помнит алфавит, то он для этой работы не пригодит. Потому что, если каждый раз смотреть в справочке, чтобы узнать, какая буква раньше, это не знадёшь. Но если помнить, то это... Сразу видно, что Александров раньше. А мы Александров берём и кладём его в новую кучу. Потом смотрим. У нас здесь остался Борисов, а здесь Ахавкен. Кто раньше? Понятно, кто раньше. Берём следующую... За ними... На втором шаге выбираем вот это. Остаются Борисов и Белов. Кто у нас раньше? Раньше у нас Белов. Соответственно, мы... Забираем вот это и всё. Нам неизвестно, кто будет. Ну, в общем, так или иначе, нам совсем много места не нужно. У нас две кучи, которые уже отсортированы, и мы так быстренько по одной их собираем. И действительно, это... Можно отсортировать, наверное, за полчаса, за час. Можно отсортировать несколько сотен работ, вот таким образом, без труда. А можно изначально разрешить это создание, только в электронном виде, изначально? Потому что бумажный персонал только... Да. Тогда, после этого, вас немедленно арестуют за хранение персональных данных. Хранение личных данных требует специального разрешения, авторизации, там... Ещё это можно стрелить. Кроме того, интересно, конечно, чтобы участвовали в этом те, кто нет компьютера. Боих компьютер, они могут... Для них много всего происходит. Научный вопрос, то есть это жизненный вопрос. А научный вопрос такой, соответствующий. Давайте рассмотрим теперь... Математическую простовую сделку. Женина Гитландовича. А имеется n каких-то предметов. Чисел, или там... В общем, каких-то предметов, которые можно сравнивать друг с другом. Это филипс. Ну, можно себе представлять, что у нас имеется n камней. И имеется неко-то элементарное действие. Это сравнение. Они все разные. Ну, школьники иногда бывают толкнули куста с одинаковыми фамилиями, но мы это сейчас не видим. Есть элементарное действие. Сравним. Если это число, то это просто сравнение числа. Если представлять себе, что это камни разного веса, то можно считать, что у нас имеются такие весы со стрелкой. Куда можно положить два камня и узнать, какой из них тяжелее. А цель наша состоит в том, чтобы расположить все камни по порядку. Ну, если это не камни, а спортивные команды, то это будет матчем, где выигрывает сильнейшая команда. Высчитывая, что они все расположены к Василии. И нам нужно сообщить, в каком порядке они расположены. А сложность будем считать весы у нас дорогие, число взвешиваемое. Ну и, как всегда, мы хотим построить алгоритм наименьшей сложности. Сколько будет взвешивание? Можно, чтобы образ продолжить n камней в порядке. Ну, давайте. Если n равно 2, сколько надо взвешивание? 1, естественно. Теперь, если n равно 3? 2. 2 или 3. 2 или 3. Ну, хорошо. Как за 2? 1, естественно. Надо сначала взвесить самый легкий со следующим, а потом взвесить следующий с третьим. И после этого взвешивания будем знать, в каком порядке они расположены. Да. Это было верно, если бы мы были, как бы вот эксперт, хотел бы доказать суду, в каком порядке расположены камни. Тогда было бы понятно, что достаточно обезиску, что этот меньше этого. Но если мы не знаем, сами для нас заранее ничего не знаем, то мы не можем гарантировать. В первый раз взвесим, а они окажутся не первые, а вторые, а первый и третий. Допустим, оказалось, после первого взвешивания оказалось, что этот камень, допустим, легче этого. Что надо дальше делать? Вот у нас есть еще третий камень, не опробован. Что нужно сделать? Ну, мы вынуждены его на самом деле сравнить с каждым из этих. Потому что если мы сравним только с одним из них, он окажется тяжелее, то у нас получится, что два есть камня, которые тяжелее друг, один тяжелый, два легче, но мы не знаем, какой из них легче. То есть реально нужно сравнить все три капали друг в друг. Хорошо. Но тут видно, что ничего не сделаешь. Четыре камня. Сколько? Шесть. Шесть. Вот у нас есть. Сколько там? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А может нам не надо что-то со всеми? Н факториал деленное на 2. Сейчас чего? Число пристановок из Н по К. Сейчас, а вонка и вставляем. Ну, получается, Н факториал деленное на 2. Подождите, 4 факториал это 1 на 2 на 3 на 4. Это 24. Нет, нет, нет. 4 факториала деленное на 2 факториала умноженное на 4 минус 2 факториала. Вроде так. Ну, число пристановок из Н по К. То есть число пристановок из 4 по 2. А, вы хотите сказать, сколько у нас пар? Да. А, вот вы считаете, сколько эти крючки. Да, но это да, но это может быть, да. Научно можно тоже посчитать, но можно и не научно посчитать их шесть. Так и чего? Шесть необходимо, может быть, все-таки может как-то сэкономить что-нибудь? Да. Что да? Можно и сэкономить, а нельзя. Есть четыре камня. Мы хотим их взвесить пять раз, допустим, так, чтобы узнать в каком порядке они все расположены. Что? Ну, камни можно условно пронумеровать, там, один, два, три, четыре, но это никак не будет связано с весами, а просто так. И чего? Так зависимо не от чего. Сначала один за вторым, потом второй за четвертым, а потом... Четвертый с третьим и третий с третьим. Четвертый с третьим и третий с третьим. И что? Ну, мы что-то узнаем. Ну, допустим, мы узнаем, что первый легче второго, а второй тяжелее третьего, третий легче четвертого, который тяжелее вот так. Ну, первый легче второго, второй больше третьего, третий меньше четвертого, четвертый больше первого. Мы уже использовали четыре взвешивания. И что же мы теперь должны сделать? Нам нужно сравнить второй с четвертым, и первый с третьим. А, нет. Мы не в том порядке, я прошу прощения. Мы же сравнили первый с второго, второй с четвертым, то есть четвертый с третьим, по цифру так. Один, два, четыре, три, да. Что надо сравнить? Второй встретил и первый с четвертым. То есть реально надо все пары сравнивать. Но если мы все пары сравнивали, то мы просто можем с самого начала их все сравнить. Дальше мы этих взвешивали не нужно. Если мы все пары сравнили, то дальше чего-нибудь взвешиваем уже без разницы. Так что, 6 надо? Да. А за 5 нельзя? Нет. Кто-нибудь знает, как за 5? В смысле, нельзя ли взвешивать сразу по 2 камня на песах? Нет. Ну давай, сейчас это же нет. Скажем, с карточкой вы не понимаете, что это значит. Как это сравнить сразу с суммой школьников на 2 карточки с суммой на другую? Так чего, есть ли какие-то предложения за 5 сделать? Только один камень, да? Один камень только можно пласть. Возможно, мы их находим сначала минимальный. Потом я его нашли тогда, отбрали его уже известным. Потом среди оставшихся находим минимальный. Хорошо, давайте смотреть. Чтобы найти минимальный, сколько нужно? Три взвешивания. Чтобы найти минимальный, надо оставшихся, как говорится, 3-х взвешивания. А если, допустим, 2-й, 3-й легче 1-го, то как же мы так не знаем, кто здесь? Если мы взяли сеталон, а так мы нашли больше, мы берем сеталон уже только более меньше. А, то есть мы сначала находим, значит, пока у нас один камень, он будет минимальный. Когда нам приносит еще один камень, мы его сравниваем с текущим минимальным. Когда приносит четвертый, сравниваем с текущим минимальным из трех. То есть у нас имеется три взвешивания, и мы нашли уже один минимальный камень из всех четырех. Нашли первый. Потом у нас осталось на два взвешивания. То же самое находим минимальный. Среди этих трех. Среди этих трех, находим минимальный за два взвешивания. Да. Ну, после этого мы нашли минимальный следующий, и у нас еще два неизвестных. То есть нам еще одну нужно взвешивать. Получается три плюс два плюс один. Опять тоже самое матическое число шесть. То есть вашим спосором все-таки надо шесть в лучшем случае, ну даже в любом случае так, шесть свежих. Может быть, кто-нибудь может за пять. Да. Значит, сначала мы делаем просто как бы четвертого камня вообще нет. У нас есть только три камня. С тремя камнями мы знаем, что нужно делать. Ну и знаем, что ничего особенного выиграть нельзя. Мы можем просто три камня расположить. После трех взвешиваний будет такая картина. Есть один четвертый камень, который мы вообще даже пока не трогали. Мы сравним со средним. Мы его сравним со средним. Он, в принципе, может оказаться и легче, и тяжелее. То есть может получиться вот такая картинка, если он будет легче. А может получиться вот такая. Вот у нас был три камня, но я так условно нарисовал хреба. Еще один, который оказался тоже легче среднего. Или этот может оказаться тяжелее среднего. Тогда будет средний, один легче и два тяжелее. Да. В первом случае останется свежесть два с самого первого. Да. Значит, это у нас четвертое взвешивание. Соответственно, здесь будет пятое взвешивание. То есть нам достаточно пяти взвешивания. То есть не нужно шестое. Мы как бы сэкономили за счет того, что сравнив нам со средним. Мы себя избавили от необходимости его сравнивать либо с этим, либо с этим. А может быть можно еще попробовать сэкономить четыре взвешивания. На самом деле за четыре нельзя. Пять является оптимальным. Здесь один на три. Пять является оптимальным. И к этому есть очень красивое доказательство. И раз уж мы произнесли слово факториал, то давайте мы его вспомним, что это такое. Что такое факториал? n факториал – это произведение натуральных чисел 1 на 2 на 3 на n. Ну, хорошо. А зачем такое произведение, может быть, нужно? Значит, это число чего-то? Число перестановок. Число перестановок. А перестановка – это что такое? Кого мы куда переставляем? Сколько? Какого выбрать? Человек, если у нас в вашем порядке? Какие-нибудь пять ручек. Сколько способов вы сможете? Т.е. имеется n предметов. А, допустим, есть четыре предмета. И имеется… Значит, вы говорите… Ну, допустим, четыре буквы. А, ВВВ. И вы говорите, что имеется n факториал, то есть 1 на 2 на 3 на 4, 24 способа их упорядочить. Здесь… Положить… Записать… Записать… В каком-то порядке. А почему их будет… Да. Потому что на первую, мы должны быть на четыре места. На первую мы можем выбрать любые из четырех кучек. То есть все способы... Есть какие-то способы, где сначала начинается А. Есть какие-то, где Б. На месте В можно уже положить все ручки, которые уже лежат в А. То есть в той же первенстве или в самом деле, которая лежит в А, в Г мы сможем положить уже четыре и в две. Ти-и-и-и-и-и-и, я сейчас ничего не понял. Вот у нас все способы бывают, которые начинаются на А, которые начинаются на Б, которые на В и которые на Г. Что мы сейчас считаем? Мы считаем, сколько способов у нас есть отравленных. Ну правильно. Вы сказали, что мы посмотрим, что лежит на первом месте. Лежать может любая из четырех лучей. Да, но здесь четыре варианта, а можно сказать, четырьмя взяты? Ну нет, это не варианты, а четыре типа вариантов. Четыре, с чего мы можем начать, да. То есть на второе место сюда можно положить либо Б, либо В, либо Г, потому что А уже использовано. Я так чувствую, что я вас забыл с этой картинкой. Нет, все понятно. Значит, мысль здесь зависит на все будущие варианты. Здесь вот А может начинаться на А, Б, на А, В и на А, Г. Если мы уже знаем, что начинается на А, то дальше может идти либо Б, либо В, либо Г. Дальше здесь у нас, если у нас, допустим, ну вот здесь есть А и В, то что может стать на третьем лице? Либо В, либо В. Либо Б, либо Г. Может быть, А, В, Б или А, Бридинский вариант ничего не сделает. То есть у нас все варианты делятся на четыре группы, каждая группа делится на три группы, каждая из них делится на две группы, а в них уже больше никуда не делится. То есть ясно, что надо умножать на четыре, на три, на два. То есть у нас в школе четыре класса, в каждом классе три параллели, в каждой параллели два школьника и какие-то. Всего получается 4, это наверное, два за один, два за один, два за четыре. Теперь, почему это, зачем нам это нужно, как вы думаете, что мы таким образом посчитали в нашей задаче? Сколько вообще возможных ответов? Сколько возможных порядков, которые, ну вот, мы сравниваем те же самые, допустим, четыре камня А, В, В, и хотим разложить их в порядке возрастания весной. У нас всего имеется шестнадцать, двадцать четыре варианта. Имеется двадцать четыре возможных порядка. Теперь, что происходит, когда мы делаем первое взвешивание? После первого взвешивания уже какая-то информация у нас есть. А какая информация? Сколько, значит, некоторые варианты становятся, остаются возможными, а некоторые становятся невозможными. А как они поддерживаются? Вот у нас была таблица все возможные двадцать четыре варианта. Мы взвесили два камня. Соответственно, какие-то варианты теперь отбракованы. Сколько отбракованы и сколько останется? Ну, естественно, что двенадцать двенадцать, потому что, ну, как бы, ясно, что варианты, где А, и Р, и Р, и Р, и Р, и Р. 100 прошлых вариантов, где были обчаны. То есть после первого взвешивания у нас останется 12.12. После второго взвешивания, ну, как-то они разделятся. Так кто их знает как? Тут уже не совсем. По-разному мы сравнивали А с Б, а потом сравниваем там Б с В, и уже, может быть, не порой было. Давайте, кстати, посмотрим. Допустим, мы узнали, что А меньше В. Здесь мы спрашивали, сравнивали, допустим, В и В. Тогда у нас есть такие варианты, что А меньше В, а другой вариант, что А меньше В. Здесь 12 вариантов в какой пропорции разделятся? Кто-нибудь знает? Восемь и четыре. Восемь и четыре, на самом деле. Значит, если А меньше... ну, Г мы вообще еще не использовали. Но ясно, что про А и В здесь один вариант А меньше В меньше В. А здесь, на самом деле, два А могут меньше В, а могут больше. То есть они разделятся не поровну, а на восемь и четыре. Но так или иначе, как-то они у нас разделятся на какие-то две группы. А можно разделиться по органам. Кто и где, неважно. Но теперь, может быть, кто-нибудь уже видит, что за четырех взвешивания нельзя закончить. Как доказать, что четырех взвешиваний недостаточно? Кто-нибудь вот понимает, к чему мы клоним? К тому, что из этой картинки, как из нее заметить, что четырех взвешиваний недостаточно? На самом деле, это как бы отгадывание числа. Только я задумал не число, а вариант, в котором камни... Один из четырех вариантов, в котором идут камни. Когда вы задаете вопрос, когда вы делаете взвешивание, вы задаете мне вопрос про этот вариант. Вы спрашиваете, в моем варианте этот камень легче этого или нет? Ну что, кто-нибудь может закончить все рассуждения? Как вы знаете? У вас в этой степени 32, 35? Нет, мы должны доказать, что за четыре варианта нельзя. За пять мы знаем, что можно, это нас уже научили. За четыре нельзя. Почему? Потому что у нас 24 варианта. Значит, здесь всегда, здесь будет 12, мы уже знаем. Здесь, по крайней мере, будет 6. Значит, после четвертого взвешивания, в одной из половинок, по крайней мере, будет 3. Часто, часто, часто. После третьего взвешивания. Это первое взвешивание, это второе взвешивание, это третье. После третьего взвешивания, в одной из половинок будет 3. И поэтому, после четвертого взвешивания, в одной из половинок будет 2. То есть, останутся еще два варианта, которые ему возможны. То есть, раньше мы делили числа, а теперь мы делим возможные порядки, но тоже на такие же группы. Каждый раз мы делим на две группы, и в одной из них будет, по крайней мере, 12. В другой, в следующем, в следующем взвешивании, по крайней мере, 6. В следующем, по крайней мере, 3. В четвертом, по крайней мере, 2. То есть, еще не достаточно. Ну что, понятно это или нет? Это самое сложное место во всем этом рассуждении. Доказать, что невозможно из чего-то. Это называется нижние оценки, и это вообще в этой науке большая проблема. Редко это удается доказать. Вот в нашей задаче это получилось, что мы прямо точно нашли, что 5 можно, а 4 нельзя. А то считает, что он это понял. Поднимите руки. Хорошо. Ну, давайте... Я спрошу тех, кто понял. Представьте себе, что у нас было и 4 камня, а 5 камня. Тогда факториал 120. Сколько взвешиваний нужно? По крайней мере, сколько... Вот этим способом можно доказать, что сколько недостаточно. 6. Значит, 6 недостаточно, потому что 6 будет только 64 варианта, а их 120. А 7 это будет 128, и поэтому уже, по крайней мере, так не докажешь. То есть 6 нельзя. Ну хорошо, а со сколько вы гарантик сможете это сделать? Вот. Вот у нас имеется 5 камней. Мы делаем. Первый раз что надо сделать? Взвешиваем 2 капли. Второй раз что мы делаем? Мы сделаем 5 раз 5 взвешиваний и упорядочим 4 камня. Вот у нас есть 4 камня. Раз, два, три, четыре. После 5 взвешиваний будет такая картинка. И вот у нас один камень еще ненадемный лежит. И что мы с ним делаем? С кем мы его сравниваем? Ну, так и довольно симметрично. Взвешиваем, сравниваем вот так против с этим. Какой вариант нам менее благоприятный? То, что меньше. Если он окажется меньше. Если он больше, у него меньше будет возможно. Пусть он меньше этого. Сколько тогда нужно еще взвешивания? К сожалению, два. Потому что, если мы его сравним с этим и с этим, его надо как бы вставить между этими двумя камнями. Его нужно сравнить и с этим, и с этим. Потому что, допустим, мы его сравнили с этим. Высел, что он легче. Ну и что? Где-то здесь болтается. То есть... Сколько всего получается в лучшем случае? Восемь. Так. После пять еще три. Вот. Тут такая картинка вот очень интересная. Что восемь достаточно, а шесть нельзя. Да. Это вы хотите сказать... Чтобы что, улучшить восемь или улучшить шесть? Семь. Как сделать за семь? Или как доказать за семь нельзя? Нет. Как сделать за семь? Как сделать за семь? Да. Ну давайте. Значит, сначала мы берем один треугольный. Да. Значит, это три взвешивания. После трех взвешиваний у нас получается такая картина. Да. Берем самые легкие и сравним его с двумя остальными. Берем самые легкие и еще... Подождите, но мы еще сделаем шесть... Еще три взвешивания, да? Да. С сравним с двумя остальными. Ну, допустим, он оказался самым легким также и среди трех. С сравним с двумя остальными и двумя остальными. Два самых тяжелых. Да. Допустим, один из них оказался легким. Получилось вот так. И два средних. Но это мы уже использовали. Все использовали, а еще не все знаем. Ну хорошо, у нас остается загадка номер два. Первая загадка, как было отгадать десять чисел... Число до того, до тысячи, за 15 или меньше... У нас было 16, а нет, даже 17. Как сделать меньше, чем за 17? Это возможно. Это я... так... Выдумал в секрет. А второй вопрос такой, что можно ли пять камней упорядочить, сделав только семь взвешиваний? И это не название? Ну, давайте я не буду вам выдавать секрет. Нет, конечно, вы легко можете найти в этом интернете, к сожалению. Сейчас, так сказать, загадки загадывать странно. Потому что, ну... В образных сказках всегда спрашивали какому... Иванушку дурачка спрашивали там... Что-нибудь отгадать. Но теперь современные Иванушки дурачки, у них у всех есть компьютер. И они, значит, посмотрят... Особенно это не скроешь, но пока тебя говорить не будут. Можно ли за семь или нельзя? Вот попробуйте, попробуйте. Вдруг получится. Или, может, получится загадать, что за семь нельзя. К сожалению, плохие новости состоят в том, что в этих примерах это все на самом деле разобрать можно. Но скажем про... Так, если было бы у нас там не пять камней, а двадцать, то современные науки так и не знают, какое имеющие качество взвешивания. То есть, ну, это не то, чтобы уж очень важно было, но просто так получается, что эти задачи очень сложные. В общем, эти задачи еще никто не решал. Что? В общем, эти задачи еще никто не решал. Нет. Ее решали, ее никто не решил. Ее многие решали. И что такое там... Это целый такой спорт есть. Вот в теории сложности учтения есть такой спорт. Сколько нужно минимальный счет взвешивания. Я не помню, до какого числа там уже найдены ответы. Но там до двадцати, я думаю, что еще не найдены. То есть там... Это очень сложная задача вычислительная. Потому что здесь тоже способов очень много. Поэтому мы не можем так все перебирать. И общего метода до сих пор неизвестно. И вообще, во очень многих задачах, то, что называется нижние оценки, то есть доказывать, что чего-то мы не можем, это очень сложно. И, может быть, кто-нибудь из вас когда-нибудь придумает, как это улучшить. Вот в свое время прорыв в нижних оценках был получен. Произошел, когда... Такой был Саша Разборов. Он побеждал на разных математических олимпиадах. И вот он узнал, будучи студентом, он узнал, что есть такая задача, и подумал про себя, что давай-ка я ее быстренько решу. Я так думаю. И стал я решать, действительно, как следует за это дело взялся. Но, правда, все-таки полностью он и не решил, то, что хотел доказать. Но произошел большой прогресс. Так что он достиг очень-очень важного нового результата. За 7. Ну и что делать? Значит, такая нервность в треугольник, только 3 км. Да. Берем средний и сравниваем с четвертым и пятым. Ну, допустим, он оказался вот так. То есть мы уже использовали пять взвешиваний. Да. Значит, четвертым и пятым. Осталось два взвешивания. Да. Четвертый камень равен с самым лёгким или с самым лёгким? Нет, подожди. Осталось два взвешивания. Смотрите. Да. И у нас есть три камня, про которые мы ничего не знаем. Это мы уже проходили. Если у нас есть три камня, то нужно три взвешивания. Так? А если доказать, что это 7 невозможно? У нас же, например, будут делиться вот они не поровну, например, не как 6 и 6, а могут как 7, 8 и 4. То есть предлагается такой вариант доказательства. Посмотреть, как реально они могут делиться. Да. И убедиться, что в каком-то варианте получается больше, чем надо. И дальше уже шансов никаких нет. Вы на правильном пути. Но это не значит, что я обещаю вам, что невозможно. Но вы на правильном пути. А какой-то результат. Вы на правильном пути. И вот и нампызатель. sortко собираемся. Смотрите.